Всего на территории Великоустевского района по Малосеверной Двине находятся 11 затороопасных перекатов. Работа по их срезке в последние три года не прекращалась. В 2019 и 2020 годах срезано три переката. В предыдущем работы начались на перекатах Нижнем Бобровниковском и Даниловском. Объем грунта, который планируют извлечь в 2022 году, станет рекордным за все три года работы. Контракт заключен на три года в 2021-2023 годы. Но подрядчик планирует в этом году 282 тысячи кубических метров извлечь, то есть завершить досрочно данное мероприятие. В прошлом году было извлечь с учетом всех подготовительных работ 38 тысячи кубических метров. Общий объем грунта, который планируют срезать на этих перекатах, составляет 320 тысячи кубических метров. На этом работы прекращены не будут. На 2022 год назначена разработка проекта по срезке следующих перекатов в сторону Котласа. К работам планируют приступить уже в 2023 году. Эту работу надо дальше продолжать по тем перекатам, которые находятся на территории Вологодской области, и дальше с выходом на Архангельскую область. Вот здесь мы будем наши действия синхронизировать и отрабатывать. И проектирование этих работ, и, соответственно, проведение самих работ, мы будем с такой совместной инициативой Вологодской области и Архангельской области будем выходить на водное агентство. Надеемся, что оно нас в этом поддержит. Первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев в ходе заседания поддержал инициативу от Вологодской области. Срезка перекатов позволит сократить вероятность заторных явлений как в Велико-Остюгском, так и в Котловском районах. Степан Крижановский, Антон Карев, Телеканал «Русский Север».